10 самоходных арт-установок «Панцирь-2000», 3 СЗО «Марс-2» и 5 зенитных установок «Гепард». Такую помощь Украине за время полномасштабного вторжения России предоставил официальный Берлин. Список вооружения опубликован на сайте Минобороны Германии. «Мы держим свое слово. Мы поддержим Украину доставкой более тяжелого вооружения, боеприпасов и обучением в Германии». Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии в Твиттер. «Панцирь-Гаубицу-2000» по праву считают одной из лучших САУ в мире. Именно их сейчас на линии фронта активно использует украинская армия. Быстрострельность – раз. Минимальное применение физической работы экипажа – два. И приведение в бой-отбой боевых позиций оперативно. Минута привестись в работе. Минута отработать цель. Минута уйти. В апреле Украина заявила, что планирует закупить 100 таких самоходных артиллерийских установок непосредственно у производителя. Как сообщает немецкий еженедельник Дершфигель, компания-производитель Краусма Фейвейман 11 июля подала заявку на получение лицензии для производства «Панцирь-Гаубиц-2000» именно для Украины. И через два дня получила положительный ответ от Министерства экономики Германии. Представитель КМВ назвал бюджет на 100 самоходных гаубиц в 1,7 миллиарда евро. Этот объем во много раз превысит предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 миллионов евро. На КМВ производство систем вооружения должно начаться немедленно. Пока не ясно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство всех гаубиц рассчитано на несколько лет, поэтому главной заботой является долгосрочное усиление украинской армии. Из сообщения немецкого еженедельника Дершфигель. Также Германия готова передать Украине систему ПВО Айрис-Т, изготовленную по заказу другого государства. Об этом сообщила глава МИД Германии Анна-Лена Бербок. «Мы также доставим систему противовоздушной обороны Айрис-Т. Ну, я надеюсь, что в конце лета, в начале сентября, и это на завершающей стадии производства, она должна была отправиться в другую страну, поэтому нам пришлось договориться с другой страной, что они уступят, что эта система может пойти в Украину. И я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством этих систем Айрис-Т». Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии в интервью Радио Свобода. В интервью Радио Свобода министр подчеркнула, что Германия действительно вначале слишком медлила с предоставлением Украине эффективной военной помощи. Но теперь подход изменен и поставка тяжелого вооружения уже происходит. «Вначале мы были слишком медленными, и поэтому мы стараемся становиться лучше. И мы изменили позицию, мы доставляем тяжелое вооружение, мы доставляем особенно артиллерию. Сейчас современные системы, потому что это то, о чем украинцы говорят нам сейчас». Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии в интервью Радио Свобода. О новом пакете военной помощи для украинской армии заявил и президент Литвы Гитанос Науседа. По его словам, они готовы предоставить 10 бронемашин, боеприпасы и антидроны. «Я также сегодня не с пустыми руками приехал. Сегодня новый пакет – это амуниция и 10 бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве, и которые, мы знаем, будут вам чрезвычайно нужны». Литва и Польша готовы возобновить переговоры в Альянсе по поводу вступления в НАТО Украины. Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств Литвы, Польши и Украины по случаю второй годовщины основания Люблинского треугольника. С учетом проведения в 2023 году в Вильнюсе саммита НАТО Республика Польша и Литовская Республика подтверждают готовность активизировать в рамках Альянса дискуссию относительно приглашения Украины начать переговоры о вступлении в НАТО. Стороны намерены тесно взаимодействовать в вопросе объединения международных усилий по восстановлению Украины, понимая, что успешная Украина является залогом процветания и стабильности в Европе. Из совместного заявления министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши. Страны заявили, что хотят расширять сотрудничество между вооруженными силами трех государств. Это предполагает проведение совместных учений в тренировочных центрах Польши и Литвы лечения и реабилитации военнослужащих ВСУ.